Всем привет! Это обзор Олега и его аналогов от Калин Красный. И сегодня у нас в обзоре замечательная и неожиданная новинка для многих фанатов серии Ниндзяга. Это у нас вот такие небольшие комиксы со вкладышами главных персонажей, главных героев данной серии. В общем, совсем я не ожидал, что они до меня доберутся, что я их куплю в таком количестве и буду делать на них обзор. Вкратце, совсем не так давно, где-то, наверное, в течение недели или двух недель в Фикс Прайс завезли вот эти замечательные комиксы с замечательными мини-фигурками внутри. Уже многие, кто успел сделать на них обзор, я, как только их увидел, решил тоже пройти все ближайшие Фикс Прайсы. Скажу вам честно, я был в 10 Фикс Прайсах и только в двух я нашел, где продаются данные комиксы у нас, данные мини-фигурки с комиксами. Честно, не знаю, почему так, и также я сделал для себя небольшой вывод, что, ну, отличается, скажем так, ассортимент, потому что то, что я видел у других ребят, которые уже успели снять на этот обзор, у меня, например, в городе этого вообще не было, именно в тех Фикс Прайсах, где я находил. И, я так понимаю, то у них тоже самое практически, то есть какая-то странная, ни с чем не связанная завоз, привоз данных комиксов в магазины, очень странно, очень непонятно, что это вообще такое. Это у нас серия Ниндзяга с разными мини-фигурками из разных серий, то есть они положили, я так понимаю, основных героев. И что я хочу сказать, что везде у нас тут, естественно, присутствует комикс, но я так понимаю, этот комикс, он везде одинаковый, потому что комикс 1, комикс 1, комикс 1 и комикс 1, да, и комикс 1. Вот, каждый такой комикс, он стоит 150 рублей, что само по себе достаточно дешево для данных мини-фигурок, потому что, ну, естественно, журнал, он не совсем, наверное, входит в эту цену, условно говоря, 150 стоит мини-фигурка, сейчас где-то серийная мини-фигурка из-за обычной серии где-то стоит, ну, в порядке, в диапазоне 200-300 рублей, не самая, знаете, такая крутая или коллекционная для фанатов, она стоит 200-300 рублей, а это все же 150, новая, не вскрытая, оригинальная леговская, я думаю, ну, многие фанаты, точно будут этому рад, честно вам скажу, я небольшой поклонник данной серии, но вот почему-то, увидев этот цену, увидев такое разнообразие, достаточно интересно, я решил купить их и, может быть, начну коллекционировать, но, скажу честно, у меня есть один небольшой невскрытый наборчик, это вот такая у нас, такой набор 71700 с главным персонажем Ллойдом, вот, он мне невскрытый, я его купил достаточно дешево, ну, думаю, скоро дойдет до него обзорчик у меня. Вот, ребятки, давайте я вас не буду томить, давайте мы будем вскроем одну упаковочку, посмотрим, что там, потому что я больше чем уверен, что все комиксы, они одинаковые, так что один посмотрим, и потом посмотрим на все мини-фигурки, которые я купил. Так, ну, давайте мы начнем наш обзор с вот этого комикса, с вот этой фигурки, я сразу скажу вам, это у нас Ллойд по 12 сезону, по видеоиграм, вот такой-то он достаточно интересный, я считаю, ну, для начала, скажем так, моей коллекции, это замечательная фигурка, я не знаю, сколько она сейчас, в принципе, стоит, в каком именно, ребятам на наборе была, если вы знаете, то пишите обязательно в комментариях, мне очень интересно, очень познавательно это будет для меня. Так, ну, у нас традиционно здесь открывается пакетик, ух-ух, как заклеено-то, слушайте, прямо аж фиг оторвешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, аккуратно не приклеить, да, уже приклеился, что уж там, вот так выкладываем. Ну, традиционно хорошая китайская у нас упаковка, фиг отклеишь, и начнем мы с комикс. Вот такой вот у нас комикс замечательный, по-моему, вот это все у нас лицевое оформление, оно у нас по сезону с драконами, не помню его номер, по-моему, 19-й, нет, или в 19-м году у нас была вся эта история с драконами, если вы точно помните, как его и называют сезон, пишите в комментариях. Ну, в общем, интересная такая у нас обложечка, здесь у нас Ллойд, потом еще какой-то персонаж, ребят, честно, не знаю, не особо сильно увлекаясь, супер игрушка от Лего, подарок, это у нас, естественно, мини-фигурка, и издательство Лев, то есть, ребят, у нас сделали такую небольшую коллаборацию, что здесь еще написано, история лучшая в двух частях, в двух частях, то есть, то есть нам дают понять, что, скорее всего, это был первый привоз, потом будет еще привоз, и будут еще интересные фигурки, ребят, это стоит, стоит на это обратить внимание. Так, что у нас здесь? Здесь у нас подписка, не хочешь ли пропустить ни один выпуск, покупай, но здесь мы видим, что здесь у нас такой большой Лего-журнал официальный, то есть, я бы не сказал, я не знаю, это официальный Лего-журнал или нет, это просто официальный Лего-комикс, всего за 10 рублей можно написать, сделать выпуск, у тебя будут приходить данные журналы прямо на почту. Многие ребята делают обзоры на данные комиксы, на данные журнальчики, они тоже достаточно интересные, там кидают достаточно интересные мини-фигурки, для коллекционеров, я считаю, топ. К сожалению, у нас Лего-звездные войны, именно журналы перестали поставлять в Россию, не знаю почему, но, в общем, так. Ну, интересненько, интересненько, здесь у нас идет комикс, вот этот персонаж у нас злой, быстренько пролистаем, интересненький комикс, честно, не знаю, по какому сезону какой серии, ну, думаю, будет время, я прочту, будет время, я прочту обязательно, и здесь у нас также сзади уже реклама журнала Лего-Сити. Вот, по поводу журналов, в действительности 150 рублей за данный мини-фигурок, это дешевле, чем купить тот же самый вот этот журнал по ниндзяке, потому что они, ну, да, здесь 210, но в магазинах они, как правило, 328 или что-то такое, но в магнитике точно от 300 рублей стоит данный журнал, то есть это реально экономия. И здесь у нас команда ниндзя, не ниндзяка, а ниндзя. Ну, интересненький комикс, мы обязательно откроем второй, посмотрим, но я уверен, что они все одинаковые. Так, и мини-фигурка. Начнем мы с мини-фигурки, как я уже сказал, это у нас Ллойд по сезону 12-му видеоигр. Вот, ну, очень трепетно, очень трепетно, вскрываем, вскрываем. Интересно мне, что там. Здесь у нас ничего больше такого интересного нету, потому что на других, между прочим, этих этикеточках, они по-другому выглядят, и там кое-что интересное написано. Но мы об этом чуть позже вскрываем. Легко у нас скрывается вот так. Итак, вот такой вот у нас замечательный Ллойд, очень мне нравится, вот в действительности очень хорошая мини-фигурка, достаточно сильно, хорошо пропинтована полностью, практически, кроме рук. Интересно, что одна рука у нас одного цвета, другого. Интересно, у меня здесь аксессуары, такой вот геймпадик с вот такими, не знаю, как наконечниками острыми, и вот такая вот интересная. Но это не Катана, больше похоже на какой-то, не знаю, типа Мачете выдлинённый, но это явно не Катана. Вот, сама мини-фигурка радует своими принтами, они очень красочные, соответствуют, видимо, той серии по видеоиграм. Мне нравится очень то, что у него два выражения лица, это реально круто. Одно вот такое, какое-то кибернетическое, кибернетическое выражение лица, и другое у нас обычное стандартное, которое мы знаем Ллойда. Ну, ничего сильно удивительного. Очень жалко, что не положили никакой причесочки, я думаю, причесочка была бы ещё очень крутая для него. Ну, а следующая мини-фигурка у нас будет вот такая замечательная фигурка Антагониста, это у нас Ледяной Император по 11 сезону, если мне не изменяет память. В общем, там было две мини-фигурки Антагониста в Экспрессе, в котором я нашёл именно данную, я решил выбрать эту, потому что она просто замечательная, отличается от той тем, что у неё офигенная броня, вот такая вот объёмная, как я люблю говорить, армор вот такой интересненький. Что ж, давайте мы тоже вскроем данный комикс и посмотрим, что же у нас там он себя представляет. Как всегда, у нас тут всё хорошо заклеено. Просто не придраться. Вот такая, кстати говоря, отличается упаковками, между прочим, от другой. Здесь у нас никаких интересных надписей нету, но она у нас вот так вот просто открывается и не рвётся полностью. Интересненько. Ну и комикс, отличается ли он от других чем-то? Посмотрим. Ага, слушайте. Так, комикс, часть первая. А там у нас было... И там была комикс, часть первая. Нет, ничем не отличается. Вы видите, да, прекрасно, что ничем у нас не отличается. А я-то было думал. Ну, я предполагал, конечно, но сомнения всё-таки у меня были, закрадывались. Я думал, что может быть, может быть, может быть. Да, ничем, ничем не отличается. В общем, как я и говорил, ребят, скорее всего нам, нас, может быть, после Нового года или ближе к Новому году порадует вторым, скажем так, вторым сезоном вот этих интересных комиксов в Фикс Прайсе. Так, ну давайте мы вскроем, посмотрим на мини-фигурку. Ребятки, эта мини-фигурка просто балдёжная. Я считаю, что это прямо, как я люблю говорить, гордость коллекции. Это реально офигенная мини-фигурка. Я не знаю, из какого она набора была или в каком-либо наборе. Я думаю, уж точно, потому что, ну, не делают ли отдельно каких-то таких комиксов мини-фигурки. В общем, она балдёжная. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот. Она офигенная своим армором, своим вот этим посохом прикольным, своими принтами и своими вот этим прозрачными элементами. И, кстати говоря, очень жалко, что не кладут вот таких подставчик для мини-фигурок леговцы именно в данных сериях. Вот. В супер-сериях лего-мини-фигурок они кладут, а в этих нет. Хотя китайцы кладут во всех, без разницы. В общем, вот такая мини-фигурка. Принты шик. Огонь просто. Мне очень нравится. Вот так она у нас выглядит без своей брони. И она точно так же завораживает своими вот этими элементами блестящими, замороженными. Принты, ну, огонь. Блин. Почему вот на Двозных войнах мне прям гордость коллекции. Не знаю. Мне очень понравилась эта мини-фигурка. Итак, следующая мини-фигурка это мини-фигурка Ллойда. И обратите внимание на ее упаковку, где она лежала. Здесь написано Limited Edition. И вот такая вот приставочка Мастер Кружица. Ну, я точно не помню. По-моему, она была реально в каком-то журнале и относится к какой-то определенной серии. Я не точно не скажу. Ребят, не особо знаю. Напишите в комментариях. Будет интересно. Вот. И здесь у нас больше ничего такого интересного. и сама мини-фигурочка. Ну, и сама мини-фигурка. Ребята, вам скажу, она тоже очень прикольная. Тоже очень интересная. Но пока император для меня самый топчик. Интересный у нее вот такой аксессуар типа катаны, мачете. Не знаю, как правильно. Вроде это не золотого оружия или нет. Но все равно очень прикольненькая. Вот так у нас выглядят принты. Все круто, все отлично. Как всегда, очень интересная вот такая прорисовочка на ногах у нас. Сзади вот такой интересненький принт. И само выражение лица у нас выглядит вот так. Оно у нас одно вот такое веселенькое, добренькое. И одно у нас вот такое сердитое. Ну, прикольная мини-фигурка для коллекции, для начала коллекции по Ниндзяга. Я думаю, это прямо огонь. Ну, и следующая мини-фигурка у нас Койла. Очень интересная для меня вот такая вот своя большая кувалда и интересная у аксессуаров. Сзади у нас вот так выглядит упаковка. Вот такая у нас офигенская мини-фигурка Койла. Ребята, я не знаю, брак это или не брак, или чисто мне повезло, или, возможно, во всех таких мини-фигурках Койла в этих комиксах лежит вот такая вот вторая маска Ниндзя. Ребят, не знаю, мне повезло, просто не сказано. Оно мне выпало, я не ожидал, я потом такой руки отвожу, смотрю, а там две маски и ух, просто. Ну, я был несказанно рад, когда увидел вот эту маску и потом, когда собирал вот эту офигенскую вот большую кувалду. Ребят, она реально крутая. Я не знаю, как он ей портится, но выглядит это так масштабно и фигурки, я скажу, очень даже сильно подходят. Ну, в данном микромасштабе. По самой мини-фигурке спереди, оголенные у нас все-таки руки и принты сзади, но у них чуть позже. И у нас два выражения лица под вот этой масочкой. Такое добренькое и немножко такое злое. И последняя на сегодня у нас мини-фигурка, это фигурка Зейна, она у нас, по-моему, по сезону с подземельем. В общем, здесь у нас, видите, как такая большая упаковочка, ее придется вот так вскрывать, не очень аккуратненько, неприятно. И комикс у нас точно такой же, как и во всех предыдущих. И вот такая у нас мини-фигурка Зейна, ребят, она просто обалденная. У нее очень крутые аксессуары. Я не знаю, что это. Такой небольшой бур, такие сурикенчики прикольные. Она реально с ними выглядит очень такой, ну, кастомной, такой реалистичной, не знаю, очень офигенской. Здесь у нас также классическая катана, как и Коуэлла. Вот, просто обалденно. Очень радуют меня ее принты. Они вот так интересно переливаются на цвету серебристые. И у нас также два выражения лица. Вот такое вот злое и вот такое вот очень сильно улыбчивое. Не знаю, но очень прикольное. Я думаю, для таких, может быть, кастомных каких-то идей обалденная мини-фигурка. Ну и по итогу, ребят, могу сказать вам, что это очень круто. Не знаю, что это. Коллаборация Лего и Фикс Прайс либо же Фикс Прайс нашел склад с этими комиксами. Решил скупить и распродавать по 150 рублей. Но я думаю, что для любого фаната данной серии купить вот эти мини-фигурки, какие-то недостающие или просто собрать вот именно, скажем так, коллекцию, как я, этих мини-фигурок в первый раз, я думаю, это просто отмена. Не ожидал сам от себя, что их куплю. И очень сильно для меня оправданно. И мне вот теперь интересно найти остальные, докупить их. Надеюсь, вам тоже это будет интересно. Кстати, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, колокольчик, напишите комментарий. Ну, я вот теперь буду искать другие мини-фигурки, потому что я видел, что по, скажем так, по сезону, по видеоиграм больше мини-фигур главных персонажей, чем вот по другим, скажем так. Я видел еще есть, есть просто на край еще, вот примерно такого же сезона. И вот по видеоиграм тоже видел других, других фигурок. В общем, ребят, ну, это точно отменно, стоит своих денег. Заходите в свои Фикс Прайс, по городу, ищите эти мини-фигурки, потому что я вот обошел, у меня в городе, наверное, порядка 15, может быть, плюс 15 этих Фикс Прайсов. Я обошел их, обошел шлук 10 и нашел только в двух продающиеся мини-фигурки. Вот, и они там были разные, что в одном, что в другом. Так что, как-то так. Ребят, мне на этом все. Если вам было интересно данное видео, поставьте лайк, колокольчик и также вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы укладываем на Минке и все лего, и его аналогов. Всем пока!